уважаемые весы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю 6 по 12 мая включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам таким мужчинам я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем просматривать события этой недели в целом дом семья взаимоотношения работы и карьера возможные доходы и расходы внешний мир в отношении вас любая информация которая может оказаться в скрытых факторах подводим итоги этой недели смотрим какими для вас предположительно могут быть выходные дни также в раскладе будет карта дополнительного света или карта форс-мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания это карта которая достану в произвольном порядке ответить на загаданный вами вопрос думаете о своем желании колода настраивается на вас для тех кто знает свой асцендент просмотр вы также можете делать и по асценденту и по своему основному знаку зодиака и то и другое верно колода готова кому нужно больше времени нажимайте на паузу и так ваша первая карта уважаемые весы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его прочтению расклад начинается с верховной жрицы карта старшего аркана если говорить о женщинах весах эта карта может показывать вас собственной персоной как человека у которого прекрасно развита интуиция которой вам непременно нужно прислушиваться вы можете быть показаны как люди ученые или люди которые стремятся к развитию и к самообразованию даже если у вас есть в чем-то опыт знания вы готовы учиться еще чему-то но на сегодняшний день своими знаниями вы уже могли бы с кем-то делиться своей мудростью и ваш опыт ваши советы кому-то действительно могут быть необходимы и может быть к вам действительно кто-то обращается за помощью и за советом вы кому-то можете помогать в чем-то разобраться но на свои собственные вопросы вы не всегда находите ответы вы их знаете но почему то есть сомнения есть внутренние душевные противоречия и это может касаться многого и дальнейшего вашего пути в целом и карьеры эта карта может говорить о том что вы боитесь нестабильности возможно в не таком недавнем прошлом я вижу что есть и были в чем-либо определенные ограничения на которые вы не можете повлиять это все то что может исходить из внешнего мира потому что на внешний мир выпала девятка мечей которая как раз и может говорить о том что вас расстраивает та информация с которой вы сталкиваетесь но этот аркан еще может говорить о каких-то ваших внутри семейных конфликтах проблемах старых ситуациях которые вы уже прожили но о которых вы вспоминаете из-за чего-то вам до сих пор больно постоянно чего-то приходится ждать потому что в нижней линейке я вижу карту повешенного а вам очень хочется на сегодняшний день что-то ускорить но вы понимаете что спешить чем-то нельзя и верховная жрица эта карта своего рода выжидания и осторожности буквально во всем внешне для кого-то вы можете казаться особой таинственной и загадочной по первой карте многих из вас может интересовать медицина психология но тут могут быть и любые другие науки в которых может быть вы хотели бы еще развиваться то что касается вопросов здоровья по этой карте многим из вас на сегодняшний день на что-то нужно обратить внимание если говорить о женщинах тут может быть и область гинекологии область почек мочи половой системы может быть кто-то из вас действительно подумывает о том чтобы обследоваться или пройти определенных врачей и в вашем случае карта верховная жрица действительно может показывать женщину врача у которой вы можете получать консультацию но для кого-то это может быть и женщина психолог и женщина таролог который вы также или астролог можете обращаться за помощью для того чтобы разобраться в каких-то своих вопросов которых все-таки есть сомнения если говорить о мужчинах весах то большое влияние на вашу жизнь может по этой карте иметь женщина старшая в роду это может быть мать тетя сестра бабушка но это может быть и любая значимая для вас особо из внешнего мира от которой тоже может идти или нужная для вас информация или нужная помощь этот аркан говорит о том что вы пытаетесь как-то свою жизнь распланировать пытаетесь что-то понять как вам поступать на будущее но как бы вы не пытались все разложить по полочкам своей голове всего предвидеть вы все равно по этому аркану не можете потому что высшие силы от вас сейчас сознательно какую-то информацию закрывают и могут говорить о том что еще не пришло время что-то знать потому что по этой карте вы для себя хотите открыть некое знание возможно вас интересует чей-то секрет если у вас есть собственные тайны лично ваши то еще не время эти тайны кому-то открывать или озвучивать этот аркан и говорит о том что вам нужно уметь со многими людьми соблюдать субординацию и скорее всего именно так вы себя и ведете потому что уже из-за чего-то обжигались на входящие события то что касается любых важных или серьезных дел понедельник это не время для активных действий в понедельник лучше лишний раз к чему-то подготовиться спланировать не спеша что-то обдумать и только потом действовать на входящие события выпла карта короля монет которая говорит о том что долго в состоянии неопределенности вы не будете потому что тут реально начинается движение рабочая финансово по королю монет это может быть решение любых рабочих вопросов так как карта материальная она может показывать и поступление прибыли и желание что-то улучшить в основной работе для тех кто работает а для тех кто без работы это желание найти для себя заработок но даже если вы не работаете вторая карта говорит о том что все равно к вам могут поступать финансы для женщин это мужская поддержка если говорить о мужчинах весах то в плане работы заработков очень много зависит от вас самого но есть еще один мужчина с которым вы можете тесно сотрудничать по работе и обсуждать для вас интересные финансовые проекты среди которых у вас будет выбор вариантов и возможностей потому что в центр выпала двойка жезлов это касается и женщин то есть в работе у вас есть какая-то альтернатива выбора и это уже тоже немаловажно сколько бы вы не зарабатывали вы понимаете что вам нужно гораздо больше чем то что есть сейчас может быть вы даже обдумываете и спонсорскую помощь которую хотели бы для чего-то использовать может быть вы просто рассматриваете еще что-то что хотелось бы развивать или во что вы хотели бы вкладывать деньги рядышком в дом финансов выпала карта солнца старший аркан одна из лучших карт в колоде и параллель это нас картой принца или рыцаря монет эти карты вам благоволят и они говорят о том что многие из вас действительно в финансовом материальном поле могут что-то поправить и вас всячески будут поддерживать и какие-то людей и ваши связи и ваше умение коммуницировать и ваше умение договариваться поэтому многие финансовые вопросы вы для себя решите благополучно но почему-то вы все равно из-за чего-то огорчаетесь по девятки монет но солнышко все же смягчает эту карту и говорит о том что будет и радость те у кого есть долги или кредиты есть возможности что-то закрывать по своим долгам и кредитам и вы можете тут еще рассчитывать и на чью-то помощь для женщин это скорее всего мужская поддержка это может быть и поддержка кого-то из семьи может быть вы сами своим близким тоже пытайтесь чем-то помочь финансово потому что когда у вас есть деньги вижу что вы их не жалеете и по солнышку вы их направляете в нужное русло то есть я не вижу чтобы деньги вы тратили неправильно многие из тех предложений которые к вам могут поступать окажутся для вас выгодными поэтому рассматривайте любые предложения благодаря которым вы сможете заработать или подработать тут могут быть и рабочие командировки выезды встречи может быть какие-то переговоры на расстоянии с кем-то что-то может дистанционно решаться но карты хорошие для тех кто в поиске работы скорее всего у вас будет выбор вариантов помощи и предложения к вам также будут поступать вы будете для себя еще раздумывать но давайте возьмем все же дополнительные карты для тех кто при работе для тех кто работает для вас выпала семерка жезлов карта некой борьбы и она говорит о том что в работе у вас кем-то может возникать или конфронтация или какие-то конфликтные или спорные ситуации но вы кого-то сумеете поставить на место и сможете решить все то что будет стоять на повестке дня потому что даже если кто-то вам чем-то пытается перейти дорогу или любые претензии которые идут в вашу сторону вы сумеете что-то аргументировать так что окажетесь правы именно вы а не те люди которые идут к вам с негативом или с претензиями но в работе вам тут нужно что-то уметь отстоять тех кого волнует карьерный рост об этом говорить крайне рано потому что вам в этом тоже может кто-то препятствовать поэтому и борьба и конкуренция по этой карте присутствуют для тех кто в поиске работы для вас выпала десятка монет одна из лучших карт младших арканов которая предвещает то что близкие люди готовы вас поддерживать без денег вы не будете может быть кто-то обдумывает семейный бизнес или кто-то из родных или тех людей с которыми вы сотрудничали раньше помнит о вас и готов вам что-то предложить по работе поэтому трудоустроиться или найти работу вы можете в любой момент и отдохнуть в этом периоде тоже можете тут все зависит от вас и эта карта может показывать любые финансовые вливания поступления может быть у кого-то есть дополнительный источник дохода которые вы также могли бы развивать карта прекрасно для семейного бизнеса и для работы на дому для тех кто на пенсии или вы по другим причинам дома для вас выпала карта старшего аркана силы которая говорит о том что в плане финансов и в целом вам сейчас нужно быть сильными проявлять чем-то свой характер и настойчивость противостояние с кем-то есть и прежде всего это может касаться финансовых вопросов для вас принципиально важно быть финансово независимыми от кого-либо но вы достаточно талантливый и грамотный что женщины что мужчины поэтому даже дома вы для себя могли бы найти интересное занятие которое могло бы приносить вам прибыль а по солнышку я вижу ваши способности если в данном периоде вы куда-либо вкладываете свои деньги это очень правильные инвестиции которые будут работать на вас и приносить вам дополнительный доход поэтому здесь тоже я ошибок не вижу любые сделки средней руки также будут в этом периоде удачными то что касается крупных сделок здесь тоже проявляется осторожность но в принципе я не вижу того чтобы были финансовые потери но теперь перейдем вашу личную жизнь начале те кто в паре для тех кто в паре выпала тройка монет и карта принца монет две финансовые карты выпали в ваш дом это уже хорошо это говорит о том что в дом поступают деньги и через вас или через вашу вторую половинку или еще через кого-то из близких те кто зарабатывает будучи дома великолепные карты движения в доме вы что-то себе можете позволить вы можете решить какие-то бытовые вопросы возможно это что кто-то из вас частых разъездах может быть в рабочих командировках вы оба пытаетесь решить что-то по бытовым вопросам и здесь у вас может быть взаимоподдержка может быть понимание вместе со второй половиной вы что-то планируете обсуждается на будущее но несмотря на то что внешне вы выглядите как вполне счастливая семья я вижу что и конфликты бывают и ваш партнер часто бывают в состоянии боевой такой стойки позиции потому что если что-то не по нем может высказывать свое недовольство и чтобы не делал ваш партнер во всем считать себя правым если меня смотрит женщина это касается вашего мужчины если говорить о мужчинах весах то вы считаете что ваши родственники что-то делают не так ваша вторая половинка может что-то делать не так как вам кажется но ваша вторая половина сейчас пытается вам всячески угождать но тут могут быть показаны какие-то старые проблемы дома семьи которые вам приходится решать или вы об этом думаете потому что это то что есть в вашем подсознании ну а теперь перейдем к нашим свободным весам для свободных выпала карта старшего аркана умеренности карта старшего аркана повешенного и карта девятки жезлов три достаточно сложные карты несмотря на то что мы видим карту умеренности которая говорит о защите высших сил о покровительстве архангела михаила который помогает во всех начинаниях но здесь вы начать толком чего-то не можете чего-то все время ждем это может касаться и личных отношений это может касаться и вашего дальнейшего творческого развития или профессионального роста в чем-то может не хватать знаний даже если знания есть их нужно еще нарабатывать или дорабатывать какие-то старые проблемы в вашей жизни тоже ходят по кругу вы пытаетесь из них выйти они снова возвращаются это может касаться и прошлых отношений вы выглядите как человек который многим пожертвовал раньше ради прошлых отношений но никакой благодарности взамен не получили не стоит повторять модель вашего поведения в следующих отношениях вам нужно что-то осознать переосмыслить я вижу что вы до конца пока еще головой мыслями из прошлых отношений полностью еще не вышли потому что и у вас и у того человека есть желание высказаться друг другу вы очень не хотели бы чтобы в вашу жизнь возвращался человек из прошлого и вам это действительно и не нужно но в дни сегодняшнем вам очень сложно впустить нового человека в свою жизнь даже если вы начинаете с кем-то встречаться вы присматриваетесь вы изучаете человека вы ничем не спешите да и партнеры могут попадаться так себе не очень если вы имеете дело человеком несвободным по верховной жрицы то и подавно у вас душе очень много знаков вопросов постоянное ожидание вы не можете чего-то от партнера требовать а вам он ничего не может пообещать даже если вы и требуете конечно такое положение дел в личном вас не будет устраивать поэтому рано о чем-то говорить вообще позже я вижу что у вас могут быть абсолютно новые абсолютно другие отношения в этих сложно что-то возобновлять или восстанавливать если вы сейчас встречаетесь и она не ладится как-то не идет или вам приходится постоянно чем-то жертвовать в отношениях не нужно вам этого вам нужно поменять что-то внутри себя и чем быстрее вы выйдете из этих отношений тем быстрее появятся другие на завершение этого периода выпала королева жезлов если говорить о подведении итогов этой неделе все-таки многими процессами вы будете довольны в особенности женщины много вы берете под свой контроль вы многим пытаетесь управлять и многими у вас я вижу что есть много общения с другими людьми много связи много контактов вы очень коммуникабельная общительная личность и возможно даже выходные дни вы захотите с кем-то встретиться о чем-то пообщаться но здесь по этой карте как бы совместить приятное с полезным может быть вы и отдыхаете но и по работе или по текущим делам что-то для себя улаживаете лишний раз подготавливаете какой-то план на последующую неделю в принципе это карта урожая возможностей и она говорит о многом о том что для женщин многое будет решаться так как нужно вам этот аркан может показывать еще любую другую женщину с которой вы будете связаны женщина темненькая или кареглаза возможно эта женщина стихии огня овен лев или стрелец по гороскопу с которой как раз выходные дни вы и будете что-то обсуждать теперь посмотрим что в скрытых факторах если говорить о мужчинах то на ваши выходные может влиять женщина от того как вы их проведете зависит тоже от женщины но это позитив в любом случае скрытых факторах я вижу четверку чаш карту туза жезлов четверку мечей и карту туза чаш обратите внимание на то что выпало два туза и две четверки парные карты идут через одну как бы чередуются четверки говорят о том что ваша жизнь никакая никакая есть стабильность хотя вы ней и не довольны полностью все равно во что-то не удовлетворяет я вижу что накапливается усталость есть какое-то эмоциональное выгорание даже тогда когда вам кто-то предлагает какую-то помощь вы не спешите может быть с принятием каких-то решениям или с принятием этой помощи вы то спешите то летите то у вас приостановка размышления такое слегка подвисания вам нужно время для восстановления сил и энергии в то же время жизнь рядышком с вами кипит по тузам это любые новые предложения и возможности которые нужно использовать и может быть по тузу жезлов это ваша собственная идея которую вы хотели бы развить но тут что-то упирается в какой-то старый конфликт или в старую проблему поэтому сложно реализовать что-то новое остается пока уповать на высшие силы чего-то ждать потому что эта карта тоже говорит о каких-либо ограничениях но потом снова либо что-то будет обновляться либо что-то будет налаживаться либо еще будут какие-то возможности появляться и помощь откуда-то все-таки в отношении вас будет идти на энергетическом уровне и на физическом плане вы также будете достаточно быстро восстанавливаться даже если в какой-то момент и будете чувствовать не домогания или болезненность но это больше касается уже событий последующей недели хотя и на это я вижу что есть достаточно тяжелые мысли в вашей голове и отдыхе на этой неделе необходим ну а теперь посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора и здесь мы видим карту дьявола одну из самых сложных загадочных запутанных в колоде что интересно что расклад начала верховная жрица и вскрытых факторах как бы по диагонали от этой карты как видите выпал дьявол а эти карты могут говорить о наличии магии либо кто-то из вас увлекается эзотерическими и магическими практиками вас может интересовать как белая таки темная магия так как эта карта вскрыта на вас кто-то может оказывать магическое влияние негативного характера может быть с помощью магии кто-то хочет повлиять на ход вашей жизни или хочет кто-то повлиять на ваше сознание или подсознание для того чтобы вы что-то делали так как нужно кому-то могут путать ваши мысли могут наводить морок возможно вы с помощью магии захотите что-то решите для себя повлиять на кого-то или на исход какой-либо для вас сложной или запутанной ситуации как совет по дьяволу вы должны быть как сам дьявол хитрыми и изворотливыми эта карта манипуляции другими людьми возможно вы в каких-то вопросах должны повлиять на чьё-то сознание или подсознание вы может быть кому-то что-то внушить или рассказать так чтобы вам поверили но по этой карте вы в чем-то должны преследовать исключительно свой интерес думать исключительно о себе потому что мало кто поэтому аркану думает о вас по этой карте вас может использовать кто угодно даже от близких людей вы можете быть в определенной зависимости но если говорить о личных отношениях если кто-то находится в состоянии треугольников конечно эта карта жизненных страстей эмоций искушений соблазнов от которых очень сложно отказаться эта карта своего рода риска адреналина желание получить в жизни что-то больше и не всегда простыми путями может быть что-то поэтому аркану вы хотели бы например решить в обход закона если вы имеете дело с людьми власть имущими то по этой карте кто-то может пользоваться своей властью теперь посмотрим сбудется ли ваше желание пока эта карта не дает ответа да эта карта больше ответа нет почему потому что она говорит о том что есть в вашем вопросе ваши же собственные иллюзии вы что-то либо не видите либо не учитываете тем более что по диагонали эта карта соприкасается и с верховной жрицей которая может говорить о каких-то скрытых факторах вашем вопросе и параллель это нас карта дьявола это что-то то что касается финансов или мужчины вы либо свои возможности в этом вопросе переоцениваете либо недооцениваете что тоже может быть негативным фактором либо вы пытаетесь кому-то довериться чего не стоит делать из-за вашего вопроса у вас еще будут болевые моменты и разочарования к сожалению это то что я вижу тут может помочь определенно только чудо вашем вопросе давайте возьмем все же несколько дополнительных карт из оракула который я держу в руках то что мы делаем с вами традиционно и спросим что еще вам нужно знать на этот период ну для вас в центре выпала карта хаоса которая может говорить о том что ваша жизнь находится в неком хаосе который вам сложно контролировать или этот хаос кто-то рядышком с вами создает карта совести рядом выпало это говорит о том что либо вас из-за чего-то мучает совесть или вы очень хотите чтобы с вами кто-то поступил по совести и по чести и угнетение прослеживается вот примерно такое же по девятке мечей в вашем раскладе может быть это то что касается одного и того же дела или вопроса и мы здесь видим карту актерской игры при том что мы здесь видим мы здесь видим лицедейство человека с ножом в руках вернее рядом с человеком но один человек почему-то на полу а второй как бы показывает то что ему из-за чего-то больно на самом деле карты говорят о том что у вас есть какая-то проблема или была проблема кто-то делает вид что вам сочувствует но на самом деле этого не происходит и может быть поэтому выпали карты совести которые говорят о том что вам хочется чтобы у кого-то совесть появилась но возможно вы сами по этим картам очень сильно кого-то хотите наказать и просто-напросто будете сделать вид что сострадаете определенному человеку но вот эта карта актера очень похожа по энергетике с картой дьявола потому что тут любое предательство тут любое лицедейство и тут любая актерская игра двойная игра как раз по этой карте и проходит карта интриг вот такая дополнительная информация я думаю что она для вас не была лишней а наоборот оказалась интересной и полезной кто владеет информацией тот способен управлять другими тот способен что-то подкорректировать своей собственной жизни поэтому получив ту информацию которую вы имеете умеете ней правильно воспользоваться для того чтобы избежать определенных ошибок благодарю вас за просмотр и подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан ставьте лайки и до следующей недели до следующих видео всем до свидания а Продолжение следует...